Добрый день, дорогие студенты, преподаватели, привыкнувшие к ним в ГОЗНИК. Как мы вам и обещали всю практику, так и случилось. Сегодня нам приехал Дмитрий Ворфин. Хорошей традицией стало нам принимать в Новлевских лауреатах. Профессору Локсона мы принимаем второй раз. Первый раз это было 9 лет назад. Кстати, биостанция была другая, сразу после пожара, но, тем не менее, Проделал кое-что пол. Мы ему сейчас с Владимиром музея показали фотографии. И теперь он нас прочтет вам такую, напустим, свою лекцию. Эта лекция, мы назвали ее очень скоро, Негородская лекция. Но, так что давайте слушайте и набирайтесь ума. Спасибо. 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 В Университете, на Университете, Where at one time I was a zoology major. И это было продолжение моего интереса, который начался, когда я был около 5 лет, когда я взял птицы. В итоге у меня появился, когда мне было лет 5. И это хобби наблюдения за птицами, его так же разделял мой отец, он очень любил за ними наблюдать, особенно в период весенней миграции, когда птицы пролетали через нас. Мы жили тогда в центре Чикаго, а Чикаго большой город, поэтому у нас местных птиц было мало, они почти не строили там гнезда. Поэтому лучшим временем для наблюдения за птицами было период весенней миграции, когда они возвращались с югов на север, там, где они строят свои гнезда, где они живут. И мы думали, что, вау, это лучший момент, чтобы увидеть птицы, когда они пели, 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 когда они начинают петь. Поэтому мы с отцом просыпались в 5 утра, садились на какой-нибудь транспорт и ехали до городского парка. И птицы, когда они миграции пролетали над озером и потом видели вот этот зеленый островок и думали, о, отлично, здесь можно сесть. И они там, собственно, отдыхали. Но мой отец и я потом, мы вели журнал того, сколько птиц мы в этом году увидели. Журнал всегда начинался с 1 января. Поэтому, ну, за зиму обычно набирались несколько уток, которые оставались перезимовать или кто-нибудь из ескебиных. И сейчас я живу и работаю в Коудскринг-Харборе. И, на самом деле, там у нас гнезда вьют примерно те же самые птицы, за которыми я наблюдал в детстве в Чикаго. Но птицы, которые живут на западном побережье, они сильно отличаются. Но птицы в центре, они более похожи на северном побережье. Я не могу вам показать эволюционную причину для того, чтобы... А птицы в центральной Америке еще похожи на тех птиц, которые живут на восточном побережье. Скорее всего, это у меня есть какая-то эволюционная причина, но я вряд ли смогу вам ее объяснить. Но птицы на северном побережье были более похожи, чем мы любим в Европе, потому что я думаю, что земляная масса между Алиска и Россией была более близкой и не более сильной, чем в Атлантиде. Поэтому мы не имеем никакие птицы, которые были похожи в Европе. Скорее всего, это связано с тем, что западное побережье ближе к... Там скорее будут европейские птицы, потому что тот промежуток между Аляской и Россией, который есть сейчас, раньше земля была еще ближе, поэтому птицы скорее всего просто смогли добраться. А с другого побережья через весь Атлантический океан добираться далеко, поэтому там птицы совершенно другие. Когда я изучал зоологию в Университете Чикаго, оказалось, что птицами там вообще никто не интересуется. И... И... В Чикаго у нас был человек, который летит генетику, один человек научил о том, что летит экологию, и один человек научил о том, что животное экологии. И мы всегда были developmental биологи, и там были тактические маршрутки, которые часто изучали эволюцию. На самом деле там был один специалист по генетике, один специалист по экологии, проблемы в экологии растений, экологию с животными, кто-то занимался, еще какая-нибудь биология, не обязательно, кто-нибудь занимался проблемой видов и немножко эволюцией. И то есть во всей биологии, в принципе, была единственная интересная мысль на тот момент, это вся эта идея эволюции через естественный отбор. И на самом деле идея эволюции для меня лично, для нашей семьи была очень важной, потому что она, по сути, эволюция заменила собой религию, и в моей семье никто из нас не был религиозным. И моя мама была мобильный Роман-Cache, потому что неразначенetic потому что она был… Родинcera мою руни Я был уверен, что мой папа необычный, и он не вернулся в Бога, потому что все осталось. Я знал, что да, мои родители отличаются от других, потому что они не верят в Бога, в то время как большинство людей верят. И, в религиям, все все осталось от Бога. И в Дарвине вся жизнь появилась из одного организма, и все организмы были так же, и они были созданы в цели, и цели появились от Бога. Вся жизнь появилась от какого-то первичного древнего организма, и вся жизнь, в принципе, одинаковая, она состоит из клеток, а все знали уже тогда, что в клетках есть фармосомы. И... ...вот... ...вот... ...со, где-то, где-то, у меня очень много, это, что... ...со, у нас есть одна семья, и, вот, это было... ...со черные окуки, это было неожидно, иначе что началось у них оба коронеттия И в то время большим вопросом было, предметом многих спекуляций, собственно, главный вопрос, что такое жизнь. Все уже более или менее знали, что жизнь как-то связана с наследственностью, потому что все знали, что потомки похожи на своих предков. То есть тут явно дело в какой-то связи, что что-то наследуется. И уже была на тот момент версия о том, что основная структура наследования, весь этот принцип, возможен благодаря хромосому. Я не знаю, что я не знаю, что я никогда в университете не слушал доказательства о том, что этот генетический материал может быть. Я, конечно, сейчас не уверен, но, насколько я помню, у нас в университете не было ни одной лекции по этому вопросу, а, собственно, из чего состоят гены? Да. 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 ДНК к тому времени уже была открыта и открыли где-то за век до этого и, в принципе, уже умели находить ДНК. И все знали, что ДНК есть, что как-то хромосомы с ДНК связаны, но никто не знал и даже не пытался понять структуру. Все считали, что ДНК это какая-то полимерная структура просто из повторяющихся одинаковых фрагментов и никто особо не мог даже предположить, что ДНК это что-то важное и имеет какое-то отношение к наследственности. Вместе с Jack the famous experiment of angry at the Rocco Fall University where they transformed the morphology of bacterial colony and isolated the transforming principle and they said it was DNA and that was 1944, which is my second year at the university. 1944 В то время, на моем втором курсе, в 1904 году, проводились какие-то эксперименты, например, в университете Рокфеллера по изучению морфологии бактерий и колоний. И они, в принципе, знали, что морфология этих колоний как-то передается последующим поколениям бактерий, и они подозревали, что это ДНК. В то время, как университет, никто не говорил, но в конце концов, я участвовал и участвовал в физиологии. Майклевский язык был в Мастер-Алтинском языке, и Мастер-Алтинском языке. о том, что в «Лайф» было интересным для людей, а также с сайта, и он сказал, что «Лайф» революционные молекулы где информация о генеях была как-то указана и они задали вопрос как вы могли бы оправить информацию ученый генетик Райт в то время и собственно что меня подтолкнуло пойти на эти лекции это то что за несколько месяцев до этого я прочитал книжку известного российского физика Шрёдингера который один из авторов командовой механики книжку называл что такое жизнь и в этой книге Шрёдингер делал вывод о том что жизнь явно связана как-то с наследственностью что суть жизни это передача каких-то черт по наследственности с помощью каких-то наследственных молекул и главный вопрос был собственно что это за молекулы и как они хранят в себе информацию и вопрос что такое жизнь он по сути являлся главным в тот момент как для религии так и для науки поэтому в принципе это был самый главный вопрос этого времени и это было в том что что у нас есть и то есть и то есть и то есть то есть и то есть и то есть в начале и в 1932 и Один из этих исследований и генетик, и генетик был российскому Тимопед Зевский, из которых я смотрел в музей. Он был создан в России в 1926 году. И это было время, когда наиболее интересное событие в физическом плане, и в Берлине было много искусствующих. Другой человек, который пришел сюда, и тоже пришел сюда, который был здесь, был генетический Херман Моуэр, который был политикой на Леве. Я не знаю где он был, он был первый генетический генетический, но там был известный генетический генетический генетический, который был известный генетический генетический. Так что Россия был в России? Да, в книге Шреддингера, он писал еще о идеях, высказанных в 1933 году, пару ученых из Германии, один из этих ученых был физиком, а второй российским генетиком Тимофеем... Да, им сам, чьи фотографии я видел, чья фотография находится в музее. И ему предложили, в 1926 году его пригласили в Германию работать. Собственно, он тогда и уехал, потому что тогда Германия была центром развития науки, в том числе физики, потому что все занимались калантурой механикой, и вся научная жизнь была в Берлине. Также много идей в книге Шреддингера принадлежали Германию Мюалеру, чья фотография тоже висит в вашем музее, который придерживался весьма левых политических взглядов, из-за чего, собственно, приезжал в Россию, где встречался с российскими и советскими генетиками, например, с Серебриковым... Нет, Серебриковым. Да, с господнем Серебриковым, чья фотография также висит в музее. И тогда, когда я получил мой дегресс в университете, я решила, что тогда я хотел бы focus на генетиках, потому что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я не знал, что я знал. Я был на Университете, который не был известен, приехал от Януфаевского, но с ней был известен, который был известен, который был известен в Киеве, и Мюалераумсу, который был известен, и как правило, его известен американский генетик. Мне был известен в USS Новый год, который был известен, и черезGO, женетический sprite and so I went there and then the first course I took was he gave a course on the g and then he talked early about being in Russia in 22 and then returning in 33 he was very left wing and so he had a position В Техсисе был в Университете, который был политически очень правильным. И он был виноват в Техсисе, и он был в Техсисе, и он был в Техсисе, и он был в Берлин в 1932, который был в центре генетики, где он был в Техсисе. Но тогда он был в Техсисе и был в Техсисе с Техсисе после Молвера, и он был в Техсисе и был в Техсисе и он был в центре генетики в Техсисе в Техсисе Кландинске Вивол. 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 И, виситрюры, в музеум. И, виситрю, в аэ... Афтер Лосенков в доминос, и дает концентрирование, или дает, в течение, во время войны. Он был, когда Моллор в Россию, и Моллор был в Москве. в Москве. И, в последнее время, когда Моллор пришел... После получения университета, я понял уже тогда, что хочу заниматься генетикой, меня интересуют только гены. Поэтому я поступил в университет Индианы. Не то, чтобы это был самый известный университет в то время, но зато у них работал Моллор, что меня очень интересовало. И он был хорошим другом Тимофеева. Собственно, в... Он занимался... Моллор в то время занимался... Работал в университете Техаса, но сам, так как он продержался левых политических взглядов, а Техас, как и весь штат, в принципе, они были противоположны, вправо их взгляд. Ему там очень не нравилось. У него была весьма ужасная жизнь, и работать не давали. Поэтому он уехал в Берлин в 32-м году. Где, собственно, познакомился, нашел работу с Тимофеевым. Но проблема была в том, что буквально через несколько месяцев после того, как Моллер приехал в Германию, к власти пришел Гитлер, и Моллер пришлось резко оттуда уезжать. Он сбежал в Россию, в Санкт-Петербург, который тогда был центром генетических исследований. И, собственно, там он познакомился с известным советским генетиком Вавиловым. И, собственно, который, к сожалению, потом попал под репрессии во время войны и так далее. Ну, в общем, главной причиной, почему Моллер оказался в России, было то, что он как раз сбегал из Германии. И, собственно, в Россию он переехал и в Москве так проработал потом долгое время. В Санкт-Петербург Тамп Каженово показал из Сеaspар был џтрем И Молер был там, потому что ни одного из лучших университетов в Университете бы предложить его позицию, потому что он был считанным коммунистом, и он был в России, даже если бы тогда он был совершенно безусловленным с коммунистом, потому что он был в Санкт-Петербурге. И Молер был в Москве, и он был в Санкт-Петербурге. И после войны, я в России в Санкт-Петербурге, в 1961, в Био-Chемical Congress, и я был в Санкт-Петербурге, и я был в Санкт-Петербурге, и Лосенко, и я был в Санкт-Петербурге, и он 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 предоставил, что он коммунист на университет, куда его пригласили на работу. Его не хотели устраивать на работу ни в какие-то другие университеты за его политические взгляды, потому что все считали его коммунистом. Хотя, на самом деле, к тому времени он уже сам весьма разочаровался и в коммунизме в Советском Союзе, в том числе из-за того, что у нас в то время была так называемая Лосьянковщина. И если бы он остался в России, то, возможно, за своих исследований он бы попал в тюрьму. Соответственно, я приехал в Россию, в Советский Союз после войны впервые в 61-м году на конгресс Российской Академии наук, и как-то обедая в ресторане, мне как раз указали, ну, мне показали, собственно, на Лосьянка, который был тогда с нами в ресторане, но он обедал один в одиночестве, потому что вряд ли у него было много друзей. Кстати, у этого был还min. Пис-Пурин. Ап., aside с этой вечерта, есть, часть, и Chaos International International. Автор у panaヤ Это очень трудно получать позицию в американских университет, и это было бы в Berkeley, Harvard, и т.д. И, особенно анти-Семитик, был Columbia University, в Нью-Йорк. Все это изменилось очень быстро после войны, и ступидность, и все остальное. И это было просто долго, и все осталось. Меняенец-Семитер, в Индии, в Индии, бывший комфортный из Италии, и когда он улетел из Индии, когда он улетел в Франции, он улетел в Индии, и улетел обратно в outbreaks в Университет, потому что сказать, что он был еще с��로 идти в Индии. И вообще на самом деле университет Индиана опережил свое время по многим вопросам. В том числе весьма показательный факт, что они спокойно брали на работу евреев. Дело в том, что почти вплоть до самого конца Второй мировой войны евреям было очень... Если ты был евреем, ты не мог получить какую хорошую позицию в университете. При этом это касалось ведущих американских университетов, в том числе, например, Беркли, Гарварда и других. Особенно плохо дела обстояли в колумбийском университете. Например, в Индиане моим научным руководителем был Лурия, еврей по национальности, который жил в Италии. Он сбежал из Италии через Францию и попал в Америку. И какое-то время работал в колумбийском университете, где как раз по причине антисемитских настроений у него просто не мог оставаться работать, ему пришлось уйти, и он отправился в Индиану. Итак, вы видите, я как раз. Когда я был национально, то для меняЭто первое место в мире для животных. И это было отправлено национально, не из-за чего это не было. Баскетбол. И... И я очень люблю играть в Баскетболе. И я в Индия, и в Университете в Шикаго, где я учился, у меня учился, у меня лучший баскетбол. В Индия, это было... Индия, это сейчас не очень хорошо. Или в баскетболе... Университет, я всегда хотела быть в топ-10, а теперь в топ-30. И... И в генетике есть один хороший человек, который просто ушел в Аризону. Так... Это сложно, чтобы быть в хорошем университете. И, пожалуй, лучшим университетом в мире с баскетбольной командой. Поэтому я был очень рад в своей возможности смотреть на баскетбол. Потому что Чикагский университет, где я учился в колледже, у него была худшая, пожалуй, команда по баскетболу в мире в то время. А сейчас, правда, университет Индианы сдал свои позиции. Они всегда были в десятке лучших команд по баскетболу. Сейчас они в лучшем случае в тридцатке. И что касается генетики, тоже единственный выдающийся генетик, который был в университете, уехал в Аризону. Так что хорошим университетом быть сложно. Я... Когда я закончил Индиану, я работал на вирусы, для которых сердце вирусов является нюклеоксин. В то время, когда я делал мою тезиску, я не знал, я не знал, что я делал классический Вирус П.H.D., но потом я хотел двигаться на ДНА. И я думал, что я не знал, что биохимистрия ДНА. это не было удовлетворения. удовлетворения. Это не было успешно, даже в протеин. Я не знал, что я вирус 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 не знал, что я работаю с посетителем И был интересен в том, что он был интересен в том, что он остался в том, что он есть, так как применять sugar с базой, и не думал, что вообще о ДНА. И причем, что ДНА биохимический, я хочу стать от Станфорд Университет, от Марса Корнберг в мид-финтезе, когда он был able для ДНР и тестов. Я ходил в Кобер-Наган, продолжал делать эксперименты, но не знал, что делать дальше. Когда я вдруг... У меня в Кобер-Наган и в одном из нескольких разговоров английский физиколог. Наверное, что будет дальше. В Индии я работал моей выпускной работой были труды касаемые вирусов. У вирусов в виде две содержатся нуклеиновая кислота, но тогда об этом никто не знал. Поэтому моя работа была классическая работа по вирусологии, можно сказать. Я понял, что хочу заниматься ДНК, и понял, что, чтобы заниматься ДНК по-нормальному, мне нужно знать химию ДНК. Соответственно, потому что без этого никуда. А то, что касалось рентгеновских снимков, структуры ДНК, тогда об этом даже не могло идти и речи, потому что даже снимки структуры белка не всегда удавались. Поэтому я отправился в Копенгаген, чтобы, так сказать, подучить все, что касается химии. Но, к сожалению, там это тоже у меня не особо получилось. Я был весьма разочарован, потому что основным интересом среди ученых там были нуклеозиды, как сочетать можно сахар с основанием. ДНК почти никто не занимался. В общем, в результате все открытия касаемо ДНК были сделаны в Стэнфорде в середине 50-х. А в Копенгагене мне пришлось заниматься, ставить эксперименты над фагами, и никто особо не знал, что делать дальше, и я не знал даже, куда дальше двигаться. Я знал, что я узнал, что ДНК было регулярно три-дивенциалом структура, и это спикер сказал, что если вы сможете узнать структуру, вы сможете узнать. Я внедленно хотелось Продолжение следует... И на одном из заседаний, которое было в Копенгагене, там было внеплановое выступление одного ученого, где, собственно, показали первый рентгеновский снимок структуры ДНК. И когда я его увидел, я сразу понял, что ДНК имеет какую-то трехмерную регулярную структуру. И я тут же захотел отправиться в Лондон, найти тех людей, которые сделали этот снимок, чтобы с ними поговорить. И, возможно, я был слишком чрезмерно настойчив и полон энтузиазма, потому что Уилкинс, который ученый перед фотографией сделал, потом, вернувшись в Лондон, сказал всем, так, если меня будет искать этот бешеный американец Уотсон, скажите, что меня нет в городе. Возможно, я немножко переставался и испугал его. Да. Ну, мой Ph.D. supervisor, Лурия, мед-ин-English, young person going, doing crystallography of the protein myelope, and met him in a meeting at the University of Michigan, and the Englishman was looking for someone to help him, and so I was sent to Cambridge working on the structure of the protein. So I thought I was and spent my first time in England learning how to do x-ray crystallography, but within days of my arrival I realized it would be a waste of my time to do it, because I had met an extraordinary young English physicist named Francis Crick, and he knew all the theories so well I would never have to know it, and so I never learned it, and said, when I got to Cambridge, I said, I'm interested in the structure of DNA, and then Francis said, basically, let's see if we can build a model of it, that is from sort of first principle, and we built a model, and it was awful, it really had, neither of us knew any chemistry, and really when you're building a three-dimensional model of chemicals, you should know some chemistry, and so we had a structure in which the bases were on the outside, they should have been on the inside, and there were three chains, not two chains, but the people in Cambridge do, the people in London who had taken the x-ray picture, so the Cambridge people came up there and said our model is wrong, and furthermore they said DNA belongs to London, Cambridge owns proteins. and then we had to develop a crystal graph. But almost immediately I realized, that if I wanted to do this, it would be a matter of time, because there worked a great specialist Francis Criggs, with whom we met. And I realized, that he was so well aware of the theme, that even if I wanted to do this, in principle, no sense to me. He knew that I was interested in DMK, and I told him about his ideas, and he said, okay, let's build a model. And we first tried to build a model of DMK, which was absolutely insane, especially with the point of view of the chemistry, because, as it turns out, if you try to build a 3D model of chemical products, then we need to know. But we didn't know. We didn't know it. The foundation was from the outside, they were inside, the structure of DMK was from three blocks, and, that's no worse. Cambridge didn't support us, because the first of the Cambridge knew of those people in London, who took research into DMK. And they told him, no, no, no... DMK will stay in London, Cambridge takes research into race. Продолжение следует... Я очень счастлива, потому что Кембриджа не успел. И почти случилась ситуация, когда все могли уехать в Лондон. Все конкуренты собрались в угодном Лондоне работать на ДНК. Но, слава богу, этого не произошло. Мы остались в Кембридже, потому что Кембридж мне нравился гораздо больше. Продолжение следует... ...и фибриджа герметичный патолий, который подходит в каэроли. Пре-war worked on the X-ray structure of tobacco mosaic virus, which I had worked in Germany and showed them to be composed of protein subunits and an RNA molecule that had unknown length. And I thought it was likely a superhelix, and so I actually published a paper in X-ray structure analysis, but not at the atomic level, but at the subunit level, but it was right. So I actually had a publication in crystallography where we were forbidden to work on DNA. In particular, Carotino and their structures, because at that time, thanks to the work of Pauling was known as a structure of DNA. DNA? DNA? DNA, извиняюсь. And it was considered, that in Carotino, the structural structure of DNA is even stronger in the super-spirals. So, with this worked Crick. А я в то время занялся изучением еще старыми исследованиями вируса табачной мозаики. Потому что мы знали, что вирус табачной мозаики есть белки и есть РНК. И она там каким-то образом структурно находится. И было подозрение, что РНК также имеет структуру вот этой суперспирали. Поэтому я провел рентгеновское кристаллографическое исследование, структуру РНК вирусе табачной мозаики, опубликовал, написал статью, опубликовал ее. Она, конечно, была не очень подробной, не очень качественной, но главное, что в результате я оказался прав. Поэтому, по сути, хоть мне было запрещено заниматься вопросами ДНК, у меня была опубликована работа по кристаллографии, то есть я уже немножко в вопросе разбирался. Украина. Украина. Кроме того, витализано начали действительно работать. Я — это идеальный донуи, которая самознаёвалась, в котором написали. Да, это название. Я думаю, что что-то делали. Их на даст. Вы находится, это давалось бы. Их на донуи, которые были бандит. Их на табачейшие книги. на это вирус, что он не очень разбирался. в Лондоне, что это не старый ДНР, кто-то другой мог бы попытаться создать модель. И, наверное, это бы самый главный химист, который Кал-Тек-Линус Холин, который предложил профилактическую структуру и продолжал дальше к ДНР. Проблема в том, что Розелин Франклин не хотела разговаривать даже с Вилкинсом, поэтому они никак не могли сотрудничать вместе. А мы все пытались уговорить ученых из Лондона, что, ребята, ДНК — это не ваш вопрос, давайте вместе работать над этим, а то нас кто-нибудь обгонит. Например, в то время самый известный химик, который работал в Калифорниевском технологическом университете, Лайос Полин. Он уже открыл альфа-структуру белков, и, значит, если он только переключится на структуру ДНК, он нас всех обойдет. Полин, в факте, построил модель для ДНК, но это не было до первого сентября 1952-53. И Лайос отправил его сын в Камбридж, потому что Камбридж, в то время, был лучший университет в мире, и был лучший университет в Камбридж, и был лучший университет в мире. И я не могла верить это. Внутри минуты, я не могла верить это. И я не могла верить это. И был лучший университет в мире, который мой好了, и был лучший университет, потому что университет в мире Он был совершенно нестабильным. И я не знаю, почему он был, потому что мы всегда были afraid, когда мы смотрели, мы не могли бы не спросить его, почему он был так ступен. И мы думали, что он мог бы, наконец, у него была идея для того, чтобы он сделал это структур, но он не знал. Такая идея. Итак, все System Union летчает, показ shed包еты, находится в виде радостации с санмерениями, и основная address, ремонта в времена, что желание touchedла, без нетм%, запоминала от фактики. 6 месяцев назад, чтобы прожить смерть в ДНР. И опять же, она была абсолютно и абсолютно wrong. И вы можете спросить, почему эти две люди сделали что-то, как они сделали что-то wrong? И ответ в том, что ни одного из них говорили с другой стороны. Розалин не видел. Да? На самом деле, Полинг все-таки добрался до проблемы ДНК и выдвинул свое предположение, свою модель, когда она появилась только зимой 1952-1953 года. В то время в Кембридже вместе с нами работал сын Полинга. Учился сын Полинга, Питер. Он его отправил в Кембридж, скорее всего, потому что Кембридж был тогда лучшим университетом в мире. И там хорошо разбирались в кристаллографии рентгеновской. Соответственно, забегает Питер с рукописью отцовской статьи и со словами «Мой отец только что открыл структуру ДНК». И мы сначала очень переживали по этому поводу, но потом я посмотрел на саму статью, и я буквально за минуту понял, что в статье ошибка. Потому что у Полинга, во-первых, структура состояла из трех цепочек, которые были связаны между собой подородными связями. Подородная связь между фосфатными группами. Дело в том, что водододная связь не может существовать при уровне дислотности по H7, которая находится в клетке. И никто не мог понять, как величайший химик того времени может допустить такую глупую ошибку, что даже птицелов эту ошибку обнаружат всего лишь за минуту. И как-то даже не получилось у нас потом подойти к Полингу и спросить у него, как ты мог так вступить. Потому что мы бы себе этого не позволяли сделать, поэтому до сих пор не знаем ответа на вопрос, почему настолько умный человек, как Полинг, допустил такую глупую ошибку. В итоге единственное, что мне оставалось сделать с этой статьей, это отвезти ее в Лондон и показать ее лондонским специалистам. Там я встретился с Розелем Франклин, показала ей модель Полинга. Но что она сказала? Да, конечно же, модель неправильная, потому что ДНК — это не спираль. Она абсолютно категорически отрицала идею, что ДНК может быть спиралью. За полгода до этого она даже устроила вечеринку по случаю смерти спиральной ДНК. Как оказалось, она была совершенно неправа и ошибалась. И вот тут стоит вопрос, как настолько умные люди, как Полинг и Франклин, могли допустить такие, по сути, глупые ошибки. И мне кажется, что ответ в том, суть в том, что они просто ни с кем не общались. Они ни с кем не делились своими мнениями, ни с кем его и не обсуждали. И это стало их, собственно, роковой ошибкой. Итак, у меня был вечер, когда я смотрел, объяснил, как Розелина Франклин меня от ее офис в том, что Розелина Франклин и сказал, что это не было. И в Волконе, когда я сказал ему это, он открылся и увидел и увидел, что Розелина Франклин оттекли в доме. Она пропустила, в том, что он сохранился. Это сообщение лучшее. Розелина Франклин Продолжение следует... Другие, я не строил, потому что я в том, что мне не было гиммастики. Но в самом деле, кто и я, в том же месте, там еще и другие люди, которые были в кино. И там американцы структура, Калтайк, эридоника, кто смотрит на то, что я на себя делал, и сказал, что у него в углом форме, у него в то, что у них хитрога в том, что в основном, И они хитро-молдино. И я был ждем, чтобы они поднимались. И я поднимался на карборд, и я не могла сделать это. И мы просто были пищи на карборд в передании, и я имела гидроген адам в порядке, и это было на среднем, и я увидел г-си, И так далее, что они паер идут, в одинаковом форме, и так далее. И так, в структуре, ДНР, это была комплементарная. Вы бы не знали, что это на одной части, вы бы не знали, что это на другой части, и, поэтому, вы бы не знали, что это было бы просто. Принцесс came в, и смотрит на эти паеры, и решили, что шейфы должны идти в оптимизированных Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как я получил разрешение, я хотел так же продолжать строить модели, поэтому... Пока эти модели... Мы заказали новые модели, пока я их ждал, у меня было немножко свободного времени. И... Мой коллега Крик, он мне постоянно говорил, что ты отдыхаешь, давай строить модели. Я говорил, нет, мы модели ждем, и спокойненько играл в теннис. В общем, так продолжалось какое-то время. Потом, в конце концов, я все-таки взялся за построение моделей, даже не дожидаясь готовых, просто вырезал их из картона. Собрал модель, но оказалось, что она была неверная с химической точки зрения. Мы вот сидели... В одном кабинете с нами находилось еще несколько человек, в том числе американский структурный химик Доно Хью. Который был очень талантливым человеком. И он сразу же заметил, что я использовал неправильные формы молекул. Молекулы водорода были не в том месте. Это называется, по-моему, неправильная тратомерная форма. То есть я использовал нольные формы, а нужны были быть кетон-формы. Он мне указал на эти ошибки. Я переставил молекулы водорода. И тут же вся модель сложилась. Я увидел, что... Сложились известные уже буквы А, Т, С, Г. Я понял, что они вполне могут сочетаться между собой, потому что они в структурных пространствах выглядят примерно одинаково. И получается, если сложить из них две цепочки ДНК, то они получаются комплементарными. Соответственно, по одной половине цепочки ДНК можно выставить вторую. И это, по сути, таким образом был раскрыт уже принцип копирования и передачи информации. Я собрал эту модель. В комнату зашел Франсис, посмотрел на нее. И тут же понял, что эти цепочки в спирали еще должны двигаться в противоположных направлениях. В общем, по сути, мы раскрыли сразу же структуру ДНК и принцип передачи информации. Просто за счет того, что Франсис, на самом деле, он чувствовал и понимал химию. И действительно разбирался в этом вопросе. И таким образом мы просто увидели в структуре ДНК то, чего они увидели Франклин и Вилкенс. Давайте� pratic if they used Youね So, let me just try and give the lessons. It is that when you're solving a problem, you just tell other people what you're doing when you don't know what to do next, and you might get help. Если мы не могли бы иметь американский химист, Доногой, в комнате, я не мог бы найти бейтберс, потому что я не мог бы найти бейтберс в доме. Это было просто лук, но не было лук, потому что я не был в Камбридж-University, и не только я был в Камбридж, но и я был в первую очередь, он был в Камбридж, поэтому я был в Камбридж ел. Так, я был в Камбридж-У, Вы должны всегда просто быть в том, как вы говорите, чтобы быть в том, чтобы люди оценивали, о том, что вы работаете. Люди, которые вы не понимаете, не понимают, что вы делаете. Они не помогают. И это очень важно быть в том, что вы можете поговорить с другими людьми. Из этой истории можно вынести такую, как бы, главная мораль всей этой истории в том, что не бойтесь просить о помощи. Старайтесь всегда находиться в такой ситуации, когда есть кому помочь. Если бы с нами в кабинете не сидел Хемик Донахью, который указал мне на ошибку, я бы, возможно, никогда... мы бы никогда не открыли структуру ДНК, потому что атомы водорода так бы оставались не в правильных местах. Мне очень повезло, потому что меня мало того, что отправили в Кембридж, который был самым лучшим университетом в мире, меня еще и поставили работать с самыми умными людьми Кембриджа, с главными инноваторами. Поэтому мораль такая, всегда ищите людей, которые заинтересованы вашей работе, работайте в тех местах, которые заинтересованы в том, что вы делаете, и старайтесь окружать себя умными людьми, которым нравится чем вы занимаетесь. Потому что если ваши коллеги не заинтересованы в теме вашего исследования, они вам никогда не смогут помочь. И так же, все. И все. Насколько телеки не было, я не знаю. У нас, как и все. Все. И все. We've probably done something very, very important because we now thought we knew how genetic information could be copied. So when I wrote up the story, in our Nature paper we just described the structure but we don't say how we found it. I had to make up the section of after lunch we went and had lunch at a pub where we ate every day. And I say that Francis walked into the pub, the Eagle, saying we've just solved the structure or we found the secret of life. And I made it up. I had no memory of what we had done ten years ago. But it sounded like a crack. And when I wrote the double helix, the opening sentence was I have never seen Francis in a modest mood. And, on the other hand, all the crucial work for the creation of the DNCAP, in fact, was done for a hour. So, with absolute understanding, with no understanding, with no understanding, with no understanding of how everything is done, we went very quickly. And, on the other hand, we were able to find out how the genetic information can be carried out. And, on the other hand, we went to the pub, the Eagle, where we ate every day. And, on the other hand, I don't remember how everything happened. How everything was on the other hand. But, in the book, I wrote, I read, 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 I read. I read. I did not remember what was on when 10 years ago. But even, La Prize for responsibility, the main character verse... I попробpled on the trick because... the same person Kathy had to say, this is the worst thing that he would say. The exact thing that he would told. And, on the other hand, he had read. And even in the book, I read two textbooks, that... I have never seen Krisha in a stubborn mood, because he has never been stubborn, and... никогда not even to be... Продолжение следует... 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 Причём? и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, так сказать, это немного опасно, сказать это в США. Или, может быть, я не знаю, как Путин будет принимать идею, что ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но я думаю, что он знает. Но он не хочет сказать. Не была поставлена ни для кого, потому что еще спустя 12 лет продолжались активные разработки именно ДНК, открывали способы передачи, информационную, транспортную, ДНК и так далее. Конгресс был большой в 61-м году в Москве, на котором обсуждались большие вопросы в МПИ и химии. На самом деле сейчас большой вопрос, который интересует людей, которые занимаются ДНК, это уже не сама структура ДНК, конечно же, а это ДНК-секвенирование. И это следующий большой этап в развитии вообще молекулярной биологии. Все, что касается вопросов видов и того, как животные между собой в каких-либо взаимоотношениях, это все сейчас основано на секвенировании ДНК. Вопросы, которые интересуют многих, вопросы ваших предков, например, кто такие русские, откуда они взялись. По сути, сейчас начинается новый этап в исследовании любых вопросов эволюции, биологии. ДНК-секвенирование позволило нам узнать, откуда берется рак. К сожалению, не позволило нам найти пока способ вылечить рак. Это как раз то, чем я сейчас занимаюсь, один из фокусов моих исследований. Это лечение рака и химия. Поэтому я здесь, собственно, приехал участвовать в конгрессе по этим вопросам. Но, на самом деле, секвенирование ДНК можно сравнить, так сказать, с вторым пришествием Христа, потому что раньше все думали, что ответить на вопрос, откуда мы можем только Бог, а теперь оказывается, что ДНК, по сути, ДНК заменила с собой... Да, мы заменили Бога ДНК. И такое, на самом деле, весьма опасно говорить у нас в Америке, потому что правительство такие взгляды не разделяет. Не знаю, как у вас, товарищ Путин, относится к такому мнению, что Бога заменили ДНК. Мне кажется, он об этом знает. Просто не говорит. Я смогу сделать еще один вопрос. ДНК. Да, еще один вопрос. Он мне назвал Игени. У меня есть один вопрос. Открытие, что ДНК, по-другому, потому что у нас есть многое, что ДНК имеет специфичные обороны, которые позволят это быть очень хорошим для того, чтобы получить информацию и информацию. Если вы можете представить мать на других планах, Вопрос по поводу альтернативных способов кодирования информации на других планетах Это скорее к химикам Что касается биологии Биологам следует заниматься и думать только про ДНК пока А там уж пусть химики решают Спасибо Еще один вопрос? Можно по-русски? Почему Кембридж Если мы не знаем кого-то Кембридж А в то время Кембридж Просто прекрасен И мне это понравилось Давайте еще раз поблагодарим Вот вам Аплодисменты Аплодисменты Спасибо. Спасибо.